Как не попасть в такое положение, как героиня фильма «Граница таежный роман» Рената Литвинова? Или каким образом разобраться на местности, а также как вести себя при встрече с дикими животными? Об этом мы узнали у человека, который в течение 10 лет обошел все леса Рязанской области. Сергей Кузин – старший инспектор госохотнадзора. Первым делом он сообщил, что охотникам и грибникам необходимо брать с собой в лес компас. Если вдруг человек заблудится по заданному направлению стрелки, он сможет идти прямо, например, на юг, не сворачивая. Невероятно, но факт – люди действительно ходят по лесу кругами. Примерно запоминать. И желательно, когда некоторые ходят, они надламывают веточки. Веточки надламывают, соответственно, что если ты кругами начинаешь ходить, ты увидел, что здесь сломано, что это ты ее сломал. Соответственно, ты уже знаешь, что ты здесь был. Соответственно, тебе в другую сторону. Такие надломанные ветки помогли Сергею выйти из запутанного положения. Несмотря на то, что он обычно хорошо ориентируется в лесу, дважды в своей жизни старший инспектор госохотнадзора все же ходил по кругу. Уже когда второй раз на это же место пришел, где и был, и потом уже все сориентировался и, соответственно, вышел на ног машине. Если нет компаса, можно ориентироваться по мху и веткам. Это действительно работает, подтвердил Сергей. С южной стороны у дерева наблюдается большее количество веток и мха, с северной – меньше. Тут как раз нельзя забывать про насечки на деревьях. Их нужно делать. А чтобы не набрести случайно на болото, человеку необходимо изучить то место, куда он направляется. Необходимо, во-первых, изучить карту местности, перед тем, как выезжать куда-то, иметь ее, скажем, в голове хотя бы как-то. А еще лучше просто ее распечатать с компьютера и взять с собой. Конечно, на карте не будут нарисованы те животные, с которыми может столкнуться в лесу человек неожиданно для себя. Но даже при встрече с крупной дичью не стоит впадать в панику. Животные точно так же боятся людей. Никогда зверь не нападет. Может, но напастет в том случае. Или он раненый, или зверь с потомством, с детенышем. Соответственно, мать у нее инстинкт, что она охраняет своих детенышей, а человек для нее – это враг. Соответственно, происходит агрессия. Да, может там рявкнуть, рыкнуть. Это сравнимо с собакой, которая сначала начинает лаять, после чего желает наброситься. Так что просто нужно пойти дальше своей дорогой от кабана или лося. Но если животное двинулось навстречу человеку, тогда необходимо начать громко кричать, свистеть, стучать палками, действовать напористо. Зверь испугается и убежит. Даже медведи и волки, обитающие в лесах региона, услышав о укане грибников, заранее уходят подальше, чтобы не встретиться с человеком. Ни одного случая нападения животного на человека Сергей не вспомнил за всю свою десятилетнюю практику. И, кстати, если все-таки человеку пришлось долго плутать по лесу, прежде чем он разобрался с ветхами и мхом, при отсутствии еды можно подкрепиться листьями или хвоей. Буквально немного их пожевать, тогда в организм поступят необходимые питательные вещества, и будет легче идти дальше. В поисках ближайшей дороги, которая приведет уже к населенному пункту.